Анастасия учится на третьем курсе Юрфака, но уже сегодня знает, что в будущем откроет свое дело. Во-первых, я хочу узнать, что такое самозанятые, узнать больше, чем можно заниматься, как проводить эту деятельность и что вообще для этого нужно. С 2019 года в России тестируют новый налоговый режим. Его суть заключается в том, что самозанятые могут платить налоги по льготной ставке, если их годовой доход не превышает сумму в 2 миллиона 400 тысяч рублей. По словам экспертов, это поможет начинающим коммерсантам реализовать самые смелые идеи. Студент тоже человек, он должен работать, он должен кушать, ему хочется творить, ему хочется свои проекты реализовывать. У студентов, как и у всех людей, тоже достаточное количество своих идей. И в связи с наличием таких идей, они должны иметь шанс реализовать их без лишнего бития по рукам и без лишних бюрократических проволочек. Сотрудники ВУЗа считают, подобные семинары для студентов хороший шанс реализовать себя в будущем. Мы очень рады, что студентам предоставилась такая возможность узнать из первых вуз, что это такое. Поговорить с практиками непосредственно по этой актуальной теме. Организаторам бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Зарегистрироваться на данные семинары, которых осталось ровно пять, можно через сайт правотерос.ру, либо по телефону 34051. Выбрать понравившийся вам семинар и зарегистрироваться, прийти на него. Все семинары проходят абсолютно на бесплатной основе. До конца года самарским бизнесменам расскажут о пяти шагах к успеху, социальном предпринимательстве и юридических аспектах предпринимательской деятельности. После лекции все желающие смогут получить индивидуальную консультацию. Анатолий Головко, Николай Сидоров, События.